привет ребята это канал crypto commons и сегодня я выпустил сначала видео на английском которое снимал ночью еще то есть типа вчера поэтому я вам покажу в таком в олдскульном стиле приветствия вот с вами здороваюсь привет ребят это канал crypto commons типа как раньше все было но теперь я супер крутой английский блогер так что обязательно не забудьте подписаться на английский канал тоже вот он тут suggested есть features channels также называется crypto commons и ссылку в описании оставлю там буду теперь выкладывать видосы на английском подписаны лайки комменты все дела вот в общем чё только что давал интервью dudex connect сервис на английском немножко прифигел и собственно пока время прошло уже биток отскочил и я сейчас такую подводку из будущего как бы в прошлое это видео мы вернемся она была сделана несколько часов назад и сейчас такой привет из будущего то есть вот он отскок я на самом деле его вчера поиграл даже чуть-чуть здесь когда все боялись а я вчера еще бинанс видео снимал и она выйдет наверно завтра не знаю большой туториал по бинансу там же появились coin margin фьючерсы в общем я поэтому всему тоже снял видео урок ну не суть короче здесь когда все прям было страшно сейчас вы про это увидите я после того как снял видос я здесь купил конечно же я фьючи уже распродал небольшой отскок отыграл там но купил на бинансе всяких альтов еще я вовремя здесь вышел из даши из всех своих из мы плечи снял в смысле сидел в дашах лайткоинах в эти все они все упали на 20 процентов как вы видели и вот тут я их обратно купил причем ну не на самом дне конечно но где-то очень близко это вот здесь где тело свечей наверное так что посмотрим как этот отскок отыграется если все-таки идем еще ниже закрывать семи фьючерс гэп то докуплю там еще такая стратегия а теперь давайте к самому видео оно больше про лонг-терм анализ такой больше ходлерская так что вот сейчас попробую перевести сам себя привет чуваки и вы на канале крипто комманс меня зовут фла лала и мы сегодня поговорим про криптовалюты ну посмотрите вчера мы пробили 10к и я вижу столько медвежьего сентимента сейчас на рынках типа блин все дам скам мы пробили 10 тысяч что за хрень происходит идем ли мы закрывать семьи фьючерс гэп на 9 600 или еще ниже и выглядит очень страшно на пятиминутках но давайте глянем на недельки и что мы видим на недельках смотрите мы даже не видим большого дампа здесь все более-менее норм конечно если мы посмотрим на coin market кап то мы видим кровавые водопады все в красной зоне ну кроме трона и некоторых дефай монет которые неплохо себя чувствуют но да почти все монеты в красной зоне но давайте посмотрим на макро таймфрейм все-таки и поговорим что же мы можем ожидать смотрите мы все еще нормально но все еще в восходящем канале мы тестируем нашу глобальную поддержку на уровне 10000 которая была большим уровнем сопротивления блин я уже видите карловскими словами говорю не могу перевожу каждый день все продают все селят все паника на рынках и люди сходят с ума что за херня блин продавать но покупать вверх опять короче давайте вернемся на макро таймфрейм недельки короче смотрите какая тема вернемся в историю и она нам покажет в принципе что можем ожидать то есть как я уже много раз говорил на своем канале что попал я в крипто в начале 2015 года смотрите это было вот здесь когда биткойн стоил примерно 250 баксов и никто не ожидал даже вот такого движения не то что возвращение call time хаям то есть даже вот эти пики в 600 и 800 долларов были каким-то безумием и когда мы начали видеть вот эти первые пампа все начали шортить я просто помню это время это была самая большая ошибка потому что смотрите что дальше произошло все были напуганы продавали и дальше бум и мы улетели у нас пошли повышающиеся минимумы по восходящей максимуму и мы улетели на луну поэтому посмотрите на недельную мэй риббон сетку скользящих когда у нас начался bullrun 2016 мы начали отлично удерживать ее как поддержку и мы начали отталкиваться от нее и удивлять всех потому что мы шли все выше и выше и выше и потом конечно же когда мы ее пробили то мы провалились под нее это был уже чистый медвежий рынок потом у нас было фейковая ралли до 14к и корона дамп который никто не ожидал черный лебедь так называемый и но если посмотреть на весь вот этот 2019 и начало двадцатого года не на свечи как бы вычесть в уме все вот эти и рациональные пампы и дампы а просто посмотрите на мэй риббон да на сетку скользящих то это просто затяжной флэт в районе 6 7 тысяч если так усреднить 7 8 тысяч долларов то есть это в принципе был год накопления просто всех обманули сначала движением вверх потом движением вниз и посмотрите вы видите весь этот price action все эти движения цен и если вы прокрутите назад то вы даже не видите предыдущих пузырей которые были такими же масштабными вот смотрите вот мы наезжаем на них и видим но если смотреть вот так в обычном графике то они выглядят просто как прямая линия как горизонтальная линия и теперь давайте просто представим что нас ждет то же самое по модели стоп то флоу там понятно да и что у нас цель мажорная на 100 тысяч долларов и выше поэтому давайте порисуем ну какие то вот такие волны типа пойдут тут как бы я конечно не дима мамаев но неважно даже как я имею ввиду вспомните чейнлинг несколько недель назад дефай вай фай никто не ожидал таких параболических движений но мы их увидели увидели так что если мы нарисуем что-нибудь такое то первая цель будет в бычьем рынке где-то 200 тысяч долларов и потом опять будет медвежий рынок и потом опять после их следующего холинга мы улетим на миллион баксов например дайте пофантазируем смотрите это выглядит просто безумно на регулярном графике да это выглядит как будто это никогда не произойдет но теперь давайте переключимся в логарифмический график и как вы видите ничего удивительного смотрите все вообще в порядке в логарифме надо всегда смотреть все вот эти безумные движения в логарифме выглядит абсолютно здоровым ростом поэтому если мы видим что-то подобное то мы реально можем увидеть bitcoin по сотне по нескольку сотен даже тысяч долларов в ближайшие там пару лет и по миллиону долларов в ближайшие там 5-6 лет вот смотрите можем нарисовать горизонтальную линию поддержки и линию сопротивления типа вот такое то будет что-то типа канала логарифмической регрессии такого сужающегося и замедляющегося конечно все эти вещи могут происходить дольше чем мы ожидаем просто посмотрите на дефай если мы посмотрим за год я думаю что многие продавали вот здесь в феврале в марте и мало кто ждал вот таких движений цен но мы это увидели и сейчас окей мы дампимся да это было вчера ночью встреча мы дампимся и вот мы уже на 1 уровне 10к обратите внимание мы сейчас смотрели на выкли этого даже не видели вот мы видим нереальный дамп и так должны ли мы покупать эту диповую свечку я думаю да это конечно не финансовый совет но я закончу запись этого видео и буду покупать эту свечку так чё по битмикс литридакциям ну вот самое ржака что мы видим ликвидацию шорта на троне на этом диком дампе и видим ликвидацию 5 миллионов контрактов на биткоине по 10 27 лайкнем это даже потому что не надо жадничать вот видите и 3 миллиона контрактов это просто лонг сквиз чуваки я практически уверен что большие игроки начнут закрывать свои шорты по маркету и это вызовет очередную волну шорт сквизов и вы знаете вообще любой был маркет это ничего удивительного это такая же манипуляция это просто серии шорт сквизов так чё по сток-то флоу модели мы все еще находимся в нашем канале у нас там 5 сейчас красная точка она немножко ниже чем предыдущая но посмотрите в предыдущих циклах мы тоже видели красные точки ниже чем предыдущие но потом все возвращалась на круги своя и посмотрите еще на индекс страха и жадности он сейчас в экстремальной жадности так что нам нужно просто немножечко остыть и вытрясти слабые ручки из рынка я думаю мы можем вернуться к нормальному значению буквально за какие-то недели и даже быстрее и потом все заговорят скоро или уже начали что биткойн это скам он будет дампиться и дальше все закончилось может быть пузырь дефай лопнет еще сильнее и когда все начнут продавать и говорить вам то это говно и надо продавать и он идет на 0 то вам нужно покупать и не бояться так что сейчас то что мы хотим увидеть это то что сантимент рынка изменится с очень бычьего к очень медвежьему и тогда мы должны покупать вот такое у меня мнение не финансовый совет вы и сами это знаете конечно делайте свои выводы берете на себя риски дисклеймер потому что очень важно ребята чтобы нас не ликвиднуло в этом bull маркете так что вот так вот спасибо за просмотр это все на сегодня меня зовут фла-ла-ла как и грани джо это крипты комманс я у я у я всем профит и на связи камон камон